Привет, друзья! Не родись красивой! Наверное, именно так кратко можно сформулировать основной посыл удивительной истории армянской модели с необычной внешностью Армины Арусюнян. В век доступности всевозможных улучшайзеров, внешности и стандартных своей красоте лиц выйдите на улицу и убедитесь сами. Некрасивая, в общем-то, девушка стала вдруг звездой подиумов. Расскажу подробности, а в конце этой истории обязательно задам вам один вопрос. Итак, жила в Ереване вполне обычная девушка. Ну, может, не совсем обычная. Семья у нее творческая, увлечена живописью и занимается организацией выставок. Ее дед Хачатур Азизян – известный в Армении художник. Его способности передались внучке, которая решила стать иллюстратором и графическим дизайнером. И поступила в Государственный колледж искусств имени Терля Мезяна. По местным меркам девушка не была даже хорошенькой, но не слишком заморачивалась этим обстоятельством, так как в целом ее в жизни все устраивало. Она благополучно устроилась на работу графическим дизайнером, компанию Bad Construct, которая предоставляет игровое программное обеспечение для игорного бизнеса. На мысли о модельной карьере ее могли наталкивать лишь худоба и высокий рост. Впрочем, о карьере актрисы девушка все же подумывала, мечтая сняться в каком-нибудь историческом фильме. Но это было так, скорее из серии помечтать. И тем не менее, похоже, хитрый ангел-устроитель судьбы Армине уже плел в свои сети. Потому что, поддавшись на уговоры подруги, она отправилась погулять по Германии. И неспешное изучение Берлина обернулось встречей с агентом модельного дома Гуччи, который попросил разрешения сфотографировать ее и попросил контакты. Девушки пообщались с новым знакомым и быстро о нем забыли. Но через месяц представители бренда связались с Армине и предложили поучаствовать в кастинге. Это было похоже на мечту, о которой, как ни странно, я даже никогда не думала. Все произошло самым неожиданным образом. Я была в Берлине на концерте моей любимой группы. Во время прогулки по городу ко мне подошел модельный агент и попросил сфотографировать меня и обменяться контактами. Месяц спустя он сообщил мне, что мою фотографию отправили Гуччи и что меня хотят видеть на кастинге. Честно говоря, чувства были смешанными, потому что я была в восторге, но немного растеряна. Я не могла поверить, что стану частью бренда, который я так сильно люблю. Рассказала модель в интервью. Осенью 2020 года девушка вышла на подиум в Милане в странноватом балахоне, напоминающем, ну, как бы это сказать, больничную одежду или даже смирительную рубашку. Так выглядела одно из направлений весенне-летней коллекции Гуччи дизайнера Александру Микеле. У такого странного стиля был свой философский подтекст. Протест против стремления общества загнать всех в одни рамки. И это как раз очень подходило девушке, которой не было ничего от гламурной красивости, но была яркая, запоминающаяся внешность. Где мода, там и скандалы. На том же показе модель Аеши Тан выразила протест против такой одежды Гуччи. Прямо во время показа Аеша показала фотографам свои ладони, где было написано «Психическое здоровье – это не мода». Как бы там ни было, дизайнеры заинтересовались необычной армянкой, а ее фотографии разлетелись по всем известным глянцевым изданиям, включая Vogue. В том же году армянская Гуччи Герл отметилась в фотосессии для модного издания «Грация». Уже через несколько недель модель пригласили в Грузию открывать показ бренда «Далут». Бренд «Далут» совсем молодой, но в определенных кругах уже хорошо известный. Он был основан в 2014 году дизайнером одежды «Макой Квициани». Изначально это был крупный грузинский ритейлер с достаточно давней историей. Бренд стал известен во всем мире благодаря джинсовой одежде с оригинальным декором из бусин, кристаллов и вышивкой ручной работы. Но вернемся к героине нашей истории. Ее участие в показе не осталось незамеченным. У нее брали интервью, стремились сделать с ней совместные снимки. При выходе из отеля девушку сопровождал чуть ли не весь персонал, а таксист даже отказывался брать плату за проезд. Да, чуть не забыл упомянуть. Армин и Арусунян включили в список 100 самых сексуальных моделей мира. Но многие тут же принялись доказывать, что она недостойна места в этом списке. Поэтому нельзя сказать, что в жизни армянской Золушки все складывалось безоблачно. Ее нестандартная внешность вызвала целую дискуссию о стандартах красоты. Итальянский писатель Джонатан Батци даже поразмышлял о странной эволюции восприятия женской внешности в своем инстаграме. «Сегодня модели часто некрасивы. Персонажи и лица выбираются по их значению. Они больше не являются воплощением эротических фантазий зрителей», написал он. И все же даже те, кто отстаивал естественную красоту и выступал против пластических операций и иных вмешательств во внешность данной природы, принялись критиковать внешность армянки и всячески ее оскорблять. Хейтеры дошли даже до того, что принялись писать, что девушка заплатила нужным людям немалые деньги, чтобы выйти на мировой подиум. Арутюнян ответил им со страниц газеты «Ля Република». «Люди боятся всего другого», прокомментировала она. «Но ведь есть много разных способов быть красивыми». Арутюнян говорит, что периодически слышит негативные отзывы о своей внешности, и ей это неприятно. Но она настроена решительно и игнорирует их. «Мой совет. Сосредоточьтесь на себе, на том, кто вы есть, что вы действительно любите», говорит она. «Надо признать, что с особенно резкой критикой Армине столкнулась в родной Армении». Комментаторы позволяли себе обидные высказывания в адрес девушки, критиковали ее внешность и дошло до того, что Армине упала в депрессию. Без слез тут, по ее собственному признанию, не обошлось. «Кстати, Армине по-прежнему живет в Армении». «Я очень люблю путешествовать, но жить хочу в Армении. Люблю возвращаться сюда. В других странах мне интересно, но заряжаюсь энергией я только в Армении». «Вообще, я свободный человек, свободный изнутри», – рассказала она в интервью изданию «Спутник». Она, кстати, стала лицом новой коллекции армянского бренда «The Muse Fashion», слоган которого звучит так – «Создавать, чтобы вдохновлять». Отметим, что наряды модного дома также примерила Кортни Кардащан, когда посетила Армению в 2019 году. В октябре прошлого года Армине прошла 10-дневные курсы по стрельбе и самообороне в Школе искусства выживания, чтобы освоить навыки физической и тактической подготовки, а также на практике познакомиться с азами первой помощи. «Армине спокойно относится к популярности и, по ее словам, не очень любит, когда ее узнают на улице. Она довольно закрытый человек и не пускается в откровения с людьми неблизкими». «Не хочу, чтобы все лезли мне в душу, общаясь только с теми, с кем мне комфортно», – подчеркнула модель. В ее соцсетях вы не увидите красивых постановочных фотографий и подчеркнутой эротики. Девушка позволяет себе роскошь оставаться и быть собой. А теперь тот самый вопрос, о котором я говорил в начале ролика. Какой тип женской внешности нравится вам? Однотипные подправленные красивые лица, наводящие мысли о куклах с конвейера, или оригинальная, но не идеальная внешность с изюминкой? Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok